Все, отлично. Давайте начинать. Познакомлюсь с теми, кто сегодня первый раз на эфире. Меня зовут Захарова Александра. Я уже 5 лет развиваюсь в проекте совместно с компанией Reflame и, соответственно, зарабатываю удаленно. Сегодня у нас с вами тема будет именно по системе работы. Это не сопровождение. Сопровождение у нас будет отдельная тема, а система работы. Почему я эти две вещи разделила именно отдельными темами? Потому что на самом деле сопровождение – это просто пошагово, что зачем мы делаем и так далее. А система работы направлена на более широкий спектр. Это система работы личной, система работы ваших новичков, система работы ваших чатов, система работы вашего сопровождения, система работы рекрутинга и так далее. То есть система – это пространство, которое мы создаем вокруг себя для того, чтобы получить результаты. Сразу скажу наперед, здесь есть люди из моей команды, есть люди не из моей команды. У каждого из вас есть своя система. Я не буду вам что-то навязывать. Я знаю, что в других командах система может отличаться от моей системы работы. Мне сейчас важно, чтобы вы поняли принцип и как эту систему работы использовать для своего роста. Не конкретно мою, а именно вашу. Ту, которую либо вы возьмете от своего директора, либо вы создадите сами. Ну, понятно, да? То есть это идет именно у нас с вами в целом. Понятно, объясняю начало. Мне сейчас важно, чтобы вы поняли именно принцип. Если все понятно, тогда пойдемте с вами дальше. Пишите, пожалуйста, в комментариях, так будет намного удобнее. Ой, я куда-то не туда тыкнула. Супер. Поехали дальше. Смотрите. Сразу опять-таки скажу, без системы у нас с вами нет результата. Запомните это самое главное правило. Без системы нет результата. Но мы не делаем так, что мы сначала создаем идеальную систему, а потом по этой идеальной системе мы начинаем работать. Нет, такой принцип у вас не сработает. Вы никогда не добьетесь результата в бизнесе. Вы начинаете работать, и в процессе работы вы создаете свою систему. Сейчас приведу обычный пример. Когда я только пришла в бизнес, мы начали рекрутировать в Инстаграме, по холодному рынку, и я помню, как мой спонсор Наташа говорит мне, «Смотри, ты отправляешь вот это первое сообщение». Я начинаю отправлять первое сообщение людям, то, которое она мне сказала. Я вижу, что на первое сообщение люди отвечают всегда примерно более или менее одинаковые вещи. И второе сообщение. У меня буквально одно-два варианта, что я могу им ответить. Первое время я копировала каждое сообщение, приходила в Телеграм, копировала или набирала сама текстом, возвращалась обратно. Потом я поняла, так как мои ответы все время повторяются, зачем мне их копировать. Я же могу сохранить их в буфер обмена и брать оттуда для того, чтобы экономить время. Таким образом, я создаю себе буфер обмена, в котором у меня есть варианты первого сообщения, варианты второго, варианты третьего. Далее я настолько отточила свою систему рекрутинга, что когда я открывала переписку, даже не читая полностью сообщение моего оппонента, я уже понимала, о чем он говорит по первым буквально предложениям, первым словам, и я понимала, какое сообщение мне ему дальше надо отправить. Таким образом, я сократила время рекрутинга, один заход, до 10 минут. Иногда даже получалось, ну, с одной страницы, ну, максимум у меня рекрутинг занимал 2 минуты. Это прям максимум. 2 минуты у меня занимал рекрутинг с одной страницы. Плюс отработка откликов еще минута где-то. Ну, то есть поняли, да, это происходило все очень быстро. Почему? Потому что я создала свою маленькую систему работы, опираясь на опыт. То есть сначала я делала, потом вот об этом я и говорю, что мы с вами обязательно должны начать действовать, чтобы создать систему. Вы никогда не сможете создать идеальную систему, которая будет работать, вот такая волшебная таблетка, и в ожидании, пока вы ждете, что вы ее создадите, вы просто упустите все время и все возможности, которые у вас будут. Вот, так что первое для себя записываем, что система создается в действии. Прямо зафиксируйте себе это. Поэтому, когда вы что-то делаете, когда вы рекрутируете, создайте свою систему. Когда вы сопровождаете, создайте свою систему. Когда вы, не знаю, там, например, ведете команду, создайте свою систему. Да, есть такое правило, до уровня директора мы работаем по системе директора. Что это значит? Это значит, что мы берем систему сопровождения, систему чатов нашего директора и двигаемся по ней. То есть вы не можете, например, ну вот у нас, например, в команде есть чат, легкий старт, это чат новичков. Команда актив, это чат партнеров, которые сделали активационный заказ, да, они проходят дальше на следующий этап. И вот в этом чате команда актив, там у нас рекрутинг, сопровождение, переводы стартера, рекрута. То есть основные темы для общения идут именно эти. И если вы хотите создать свою систему, и вы находитесь в моей команде, это не значит, что вы возьмете и перестанете добавлять людей в этот чат, потому что вы считаете его ненужным. Нет. До уровня директора вы работаете только по моей системе. Соответственно, если вы в другой команде, по уровню, по системе вашего директора. Вот, это понятно, но это не мешает вам внутри системы директора создать свою систему. Создать, например, ну вот вы чувствуете, что у вас очень много новичков, вы их начинаете терять. Ну, создайте свой чатик с вашими новичками. Просто помните о том, что это должен быть чат, который несет какую-то информацию. То есть вы берете на себя в этот момент какую-то ответственность. Вы должны его там, например, прокачивать, чтобы он был живой, да, и так далее. Вы можете создать свою систему рекрутинга, как я когда-то, да, создала свою систему рекрутинга. И потом, когда у меня спрашивали, Саша, что ты делаешь, что у тебя так много регистраций? Я взяла и записала видео рекрутирования в Инстаграм. Потом у меня появилось видео, вот на Ютубе можете посмотреть, но это старые, они сейчас не особо актуальны. То есть суть актуальна, а действия конкретно могут быть не совсем актуальны из-за лимитов, да. Вот, потом я создала, часто был вопрос, я делаю все, как ты говоришь, но у меня нет результата. Я создала видео, почему нет результата, если ты делаешь все, как я говорю, грубо говоря. Вот, соответственно, тоже можно было. Почему такие видео получались? Потому что была четкая система, и я четко знала, где какие гайки подкрутить для того, чтобы был результат. Вот вы сейчас внутри системы своего директора можете вот такую свою маленькую систему создавать. Для того, чтобы вам было удобно, комфортно работать. Почему это важно? Потому что, когда вы лично выйдете на уровень директора, у вас в голове должна быть четко сфокусированная система работы, по которой вы и ваша команда будете работать. Понятно? Причем система директора – это база, но вы ее под себя подгоняете, потому что мы все разные. Сейчас кто-то, я не знаю, я не вижу чат, сейчас я его открою. Возможно, кто-то спросит, а если у меня нет директора? У меня нет вышестоящих директоров. Рита как раз спросила, я предполагала, что такой вопрос будет. Смотрите, если у вас нет вышестоящего директора, то систему работы в идеале вам нужно создать собственную, используя знания и навыки, которые дают в открытом доступе другие топ-лидеры. Я сейчас объясню, почему. Я могу скинуть вам свою систему сопровождения, но она не даст результата. У меня есть очень много знакомых из других команд, которые подписаны на мой канал по сопровождению, но результаты этого не дает, хотя там все расписано прямо по пунктам, потому что просто расписанные по пунктам видео или тексты, они не дают результата. Система – это как раз-таки то, что вы создаете, атмосфера в чатах, которые вы создаете, то, о чем вы говорите с вашими партнерами, то, как ваши партнеры вас дублицируют и так далее. Когда у меня люди начинают идти по моему сопровождению, например, мы же с ними в тандеме работаем в чатах, то есть каждый шаг какой-то, да, мы там, я им подсказываю, направляю, еще что-то. Мои девочки направляют своих новичков, да, потому что уже работает дубликатка. Вот, мы сейчас будем, вот как раз в течение этих семи эфиров, Рит, ты сможешь взять информацию, по которой ты прям досконально можешь создать систему, особенно когда мы по сопровождению будем говорить. Я прям буду перечислять свой канал сопровождения и подскажу, из чего он у меня состоит. Ты ее создашь себе, и у тебя будет четкое понимание, куда ты двигаешься. Тем более, смотрите, какой важный момент. Если вы создали себе систему, это не значит, что это такая опора, которая никогда не гнется и никуда не двигается. Мои партнеры не дадут соврать, они сейчас напишут в чате, что я тот человек, который постоянно меняет систему сопровождения. Здравствуйте, здравствуйте. Мне кажется, Ольвин, он вообще долго не может делать одно и то же. Ему все время надо что-то менять. Все время кажется, что можно сделать еще идеальнее, еще, еще и еще идеальнее. Есть тут овны? Скажите мне, ну правда же это так? Я вижу, что печатает уже три человека, я так предполагаю, что это овны. Поехали дальше. Соответственно, что мы с вами делаем, если мы хотим создать систему? В первую очередь нам необходимо понять, что будет входить в систему. Есть система личная, есть система командная. Запишите себе, что входит в каждую систему. Тут сейчас есть моя команда, все-таки в основном эфиры направлены именно на мою команду. Ребят, у вас есть наша система сопровождения, у вас есть наша система чат. Но я хочу, чтобы вы немножечко подключили личное творчество и эту систему, во-первых, использовали максимально, а во-вторых, где-то трансформировали под себя. Понятно, да? Вот, а что входит в систему? Смотрите, личная система. Давайте, личная система. Логически размышляем. Что входит в личную систему? Это система планирования, правильно? Система анализа и система рекрутирования. Верно? В личную. То есть лично мы должны для себя сфокусировать, что я делаю каждый день. У меня должен быть план. План – это тоже система. План на день, который мы пишем, это тоже система. В этом плане есть у вас постоянные какие-то вещи, типа рекрутинг, сопровождение Ани, Маши, Пети, Кати. Там, не знаю, выложить рилс, выложить сторис, выложить еще что-то. Например, у вас есть постоянное. Прокачать чаты. И есть ситуационные вещи. Записать видео, провести эфир, еще что-то написать такой-то девочке. То есть такие ситуации. Дальше, смотрите, анализ. Анализ должен быть всегда. Если я задаю вопрос своему партнеру, вот ко мне приходит человек и говорит, Саш, у меня нет регистрации, я говорю, что ты делаешь? Просто у меня нет регистрации, это не вопрос. Что мне сделать, чтобы у меня появились регистрации, это тоже не вопрос. Ну, это вопрос, но это не тот вопрос. Что ты делаешь? И обычный человек говорит, ну, я каждый день отправляю столько-то сообщений. У меня сразу возникает вопрос. Ты каждый день отправляешь? Ну да, но вот только позавчера пропустил, неделю назад пропустил, до этого, а так каждый день. Вот это не система. Анализ – это когда ты понимаешь, что я каждый день, например, делаю то-то, то-то, то-то или не делаю. И вы смотрите, какая результативность за прошлую неделю, за текущую неделю и что изменило. Создайте себе канал с самим собой. Назовите его «Мой рост по лестнице успеха». У моих партнеров, у многих уже есть такой канал, кто был в лидерском клубе, мы его создавали. Создайте себе канал, назовите «Мой рост по лестнице успеха». Все свои показатели скидывайте туда. Туда можно скидывать, сколько вы сделали сообщений, сколько подписок, как выглядит ваш, ну, если вы в Инстаграме или в ВК работаете, так выглядит сейчас ваш аккаунт, сколько у вас откликов сегодня было, сколько вы что сделали. Туда и вот так вы сможете всегда возвращаться и анализировать реально, когда и что вы делаете. Каждый день кидайте туда отчеты. Туда можно кидать отчеты по приложению. То есть у меня, например, всегда по приложению скриншоты там по общим баллам и по каждой команде. В нулевой день каталога, через сутки после нулевого дня, в середине первой недели, в конце первой, в середине второй, в конце второй, в середине третьей, в конце третьей. То есть я себе скидываю, и я всегда знаю, когда у меня начинается новый каталог, заканчивается нулевой день, 10 вечера, я смотрю, ага, в приложении там, не знаю, 10 тысяч баллов, да, например. Например, я открываю нулевой день прошлого каталога и смотрю, а было 9 тысяч баллов. Что произошло? Мы ушли в прирост в нулевой день. Или там, например, стало наоборот, там было 11, а стало 10. Мы просеял оборот в нулевой день. Соответственно, я начинаю понимать, где мне нужно посмотреть и где нужно подкрутить систему. Понятно, да? На маленьких уровнях даже проще анализировать это, потому что у вас меньше входящих данных, понимаете? Соответственно, анализировать проще, и вы себя уже с начальных уровней начинаете к этому приучать. Ты часто что-то меняешь в большей день. Простите, пожалуйста. Я оин, так и есть. Да, 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 вот перфекционист весы тоже, да? На самом деле это у многих знаков изиака, но просто самое главное, понимаете, не ждать вот этого идеального момента, а просто начинать делать. Соответственно, поехали дальше. Наша запись идет? Да, идет. Поехали дальше. Что еще сюда входит? Сюда входит график. Создайте себе свою систему именно в графике работы, потому что, объясняю, если вы будете всегда рекрутировать, вы не вырастите. Вот сейчас неожиданно я скажу вот такую вот страшную вещь, если вы всегда будете рекрутировать, вы не вырастите. Если вы всегда будете только сопровождать людей, вы не вырастите. Иногда важно рекрутировать много важно, особенно на первых этапах. Я не буду говорить, что это не важно. Но помните о том, что для того, чтобы, во-первых, не выгореть самостоятельно, а во-вторых, для того, чтобы быть интересным собеседником, нужно всегда иметь разные направленности в работе в течение дня. Поэтому составьте себе график. Хотя бы примерно. Я понимаю, особенно если с детьми или с наймом. Кстати, с наймом это легко делать, график. А вот с детьми это сложно делать. Объясню почему. Потому что все равно в найме у тебя есть какое-то рабочее время, и ты привык жить по графику. И ты, в принципе, можешь расслонировать. А когда у тебя маленькие, особенно дети, там график не график, ты себе поставила в 13.00 рекрутирование, а ребенок в 13.00 решил обосраться и орет на всю квартиру. И как бы надо поменять память, образно говоря, пример. Поэтому немножко сложнее. Но хотя бы примерно нужно все равно себе составлять график, потому что тогда повышается ваша продуктивность. В графике обязательно должны быть периоды работы, рекрутирования. Смотрите, есть огромный бассейн, бассейн «Арифлейм». Ваш бассейн, вашего товарооборота. Чем больше в бассейне воды, тем больше денег. Правильно? Соответственно, что такое рекрутирование? Вы открыли кран, вода потекла. Это рекрутирование. Если вы мало рекрутируете, ребят, в вашей ванне идет такая тоненькая писюлечка. Как долго вы будете эту ванну наполнять? Если вы много рекрутируете, напор воды хороший. Все супер, классно. Теперь смотрим дальше. Вот эта ванна. Если вы хорошо сопровождаете и работаете с командой, это означает, что в вашей ванной слив закрыт, и вода набирается. Если вы рекрутируете, но нифига не сопровождаете, или там зарегистрировали человека и пропали на два дня, это тоже считается, что вы нифига не сопровождаете. Он через два дня уже забыл, что он вообще регистрируется в «Арифлейм». Мужу, нахрен, ничего не надо. Это значит, что у вас открыт слив. Если у вас открыт слив, вся вода что делает? Утекает из этой ванны. Ванна наполняться не будет. Соответственно, нам важно, чтобы у нас еще и сопровождение было. Теперь смотрите. К сожалению, в нашей ванне есть дырочки. В любом случае, в нашей ванне есть дырочки. Там постоянно есть люди, которые вытекают, уходят. Там, например, сделали заказ, не знаю, что-то не понравилось, перестал делать заказ. Или, например, делал заказы большие, уехал в отпуск, в этом каталоге заказы не сделал, ну, к примеру. Или там раньше рекрутировал, работал, а сейчас решил, что пойдет семьей заниматься, к примеру. То есть поняли, в любом случае какой-то процент слива есть. Даже если вы классно сопровождаете, дырочки всегда будут. И наша задача какая? Если у нас есть дырочки, через которые вытекает вода, у нас есть два варианта. Либо потихонечку подлатывать эти дырочки, либо увеличить набор воды. Но у нас есть четкое понимание, что нам делать для того, чтобы наполнить нашу ванну. Всегда помните, что ваш бизнес – это вот эта ванна, которую вы наполняете. Если прорвало трубу, что-то произошло, да, там и резко началась утечка, что надо сделать? Не впадать в панику, не кричать, не плакать, что что-то там произошло, а скорее залатать трубу, понимаете, да, и снова открыть кран. Посильнее причем в идеале. Вот это вот вам помогает сделать график. Когда вы со всех сторон себя, у вас и на рекрутинг время есть, и на работу с командой, и на работу с баком, да, который просто пользователя, и на анализ всего происходящего, и самое главное, туда нужно включить жизнь и отдых. Жизнь и отдых тоже включать надо. Я на днях показывала пример. Я поехала на дачу, мне нужно было покосить траву. У меня всегда этим занимается папа. Сейчас нужно было помочь, да, я поехала. Пять часов у меня ушло на то, что я косила траву, 10 соток. Как я делала? 30 минут кашу, 10-15 минут перерыв. По ситуации, то есть, если мне нужно порекрутировать, это был 15-минутный перерыв, потому что 15 минут на заход у меня как раз уходит. Если мне надо было, ну, рекрутировать не надо, а просто там, ну, в чаты зайти, что-то записать, или там, например, подчатся с кем-то на вопросы ответить, да, то есть я открывала чат и смотрела. Если мне никто не написал, и мне срочно ничего сделать не надо, то эти 10-15 минут было просто тупо мое время, когда я ела виноград, малинку, еще что-нибудь там гуляла, ходила мочивать под этой брызгалкой, потому что жарко и так далее. Если мне нужно что-то ответить, я могла делать то же самое и при этом отвечать. Ну, вот если рекрутировать, да, тогда я села, я рекрутирую, как бы и отдыхаю, и рекрутирую заодно. Вот, но в любом случае у меня были вот эти этапы перерыва. То есть за 5 часов, по факту, у меня было минимум где-то 6 перерывов по 10-15 минут. Так что, по факту, я косила где-то 4,5 часа, да, нет, 4, 4, 3,5-4 часа, получается. И продуктивность выросла, и не устала, и задачу выполнила, и из работы не выдалась. Вот это к вопросу именно вот об этом графике. Понятно, что обязательно еще внедряйте отдых в промежутках. Давайте по вопросикам по этому моменту сейчас все понятно. Что постоянно делать, если не делать заказы в нулевой день? Смотри, да, я подскажу, у нас будет, правда, тема еще отдельно, когда мы будем это все обсуждать, но вы должны понимать, что любые результаты не делаются за один день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Раз, раз, раз. Меня видно, слышно, я вернулась? Скажите мне. Открыть мне, что я вернулась? Пожалуйста. Открыть. Хорошо, эфир не прерывался, да, супер. У меня перегрелся айфон, я с дуру ума поставила его, оперла на подоконник, поставила еще и на зарядку, и солнце шпарит, у нас 40 градусов в Волгограде в тени. Я его на солнце поставила, и он у меня просто поперегрелся. Так что вы лежали в холодильнике последнюю минутку, в морозилочке. Ну не в морозилочке, а в холодильнике. Вот, отлично. Вопрос был про... Видео нету? А, нет, видно, все пишут. Вопрос был про то, что в нулевой день. Смотрите, все не делается за один день. Нужно подумать, что нужно сделать для того, чтобы в нулевой день люди начали делать личный товарооборот. Первое. Твои люди должны знать, что они должны делать личный товарооборот в нулевой день. Просто им это сказать мало. Им нужно объяснить, почему они должны делать в нулевой день. В первую очередь тебе самой нужно понимать, почему. В первую очередь нужно начать с себя. ты должна начать делать прям в первые секунды каталога личный товарооборот, сама перейти на этот режим. Если ты на него перешла, я думаю, если ты задаешь этот вопрос, значит, ты на него перешла, и ты никогда не даешь себе поблажек, то следующее, ты должна очень много начать говорить о том, почему это нужно сделать и как это можно делать. То есть ты даешь не только важный, ты даешь еще как. То есть что заранее собираешь личный товарооборот, например, что заранее работаешь три недели по следующему каталогу, грубо говоря, и когда начинается нулевой день, ты сразу размещаешь заказ, тебе в конце недели приходит новый каталог, следующий у тебя две недели на то, чтобы работать по следующему каталогу, например, то есть ты все это как раз-таки преподносишь, ты показываешь, как происходит рост, если делать в нулевой день, и как это влияет на психологию, все это у меня есть прокачки, почему важно делать LTO в нулевой день, если хотите, я могу скинуть в канал, поделиться этим, но вы можете наподобие записать такое для своих команд. Моя команда, вы можете просто еще раз прослушать для того, чтобы у вас было понимание. Вот, это по поводу LTO в нулевой день. И следующий момент еще, что ты начинаешь постоянно об этом говорить, ты начинаешь говорить об этом в чатах, ты начинаешь объяснять это в личках, ты делаешь это сама и показываешь, как ты делаешь, и готовься к тому, чтобы через полгода ты увидишь результат, что все больше и больше людей будут делать LTO в нулевой день. И когда этих людей будет хотя бы человек пять, да, то есть уже какое-то количество, тебе нужно подумать, как ты будешь выделять тех людей, которые делают LTO в нулевой день, и показывать, какие это дает результаты. У нас это, например, лидерский клуб, это отдельный клуб для тех людей, которые в нулевой день каталога делают личный товарооборот. Когда людей было мало, я прям писала, смотрите, как это влияет на рост, что в прошлом каталоге человек закрыл 450 баллов, да, в этом каталоге он уже сделал LTO, его люди уже сделали LTO, он уже 450 баллов, а еще три недели на рост, ну, грубо говоря, да. И, соответственно, люди начинают понимать, что происходит. Но ты должна понимать, что любая вещь внедряется минимум полгода. Это минимум полгода для того, чтобы увидеть результаты, проанализировать и там улучшить или, например, что-то видоизменить. Вот, про личные, личную систему мы с вами поговорили. То есть что входит еще раз в личную систему? План, график, анализ. Дальше поехали. У нас должны быть командные системы. Вот как раз-таки командные системы, часть из них у вас идет сразу же от вашего директора. Если у вас есть директор, если у вас есть командные чаты, если нет, вы можете это создать вообще совершенно любого уровня, но только если нет директора. Если директор есть, объединяйтесь в объединении силы. Не нужно ломать систему директора, потому что не просто так он когда-то стал директор. Да, значит, система его работает. А вы ее просто можете немножко под себя трансформировать. Вот, поехали дальше. Дальше вижу там вопросы. Да, я скину, надо... Сейчас я запишу себе, потому что я забуду скинуть. ЛТО. Зачем в нулевой день? Если кому... Хотел сказать, если кому-то не лень с команды скиньте, а потом поняла, что я же свой канал только сама могу скидывать. Здравствуйте. Умная Саша, которая опять что-то забыла. Вот, поехали дальше. Командная система. Что входит в командную систему? Давайте подумаем. Туда входит рекрутинг. Наша задача основная какая в командной системе, чтобы система была дублицируема. Для того, чтобы, вот, например, я работаю сейчас, у меня есть определенная система. Для чего мне эта система? Для того, чтобы, когда я перестану работать, или я уехала в отпуск, или там, например, у меня пропала сеть, или еще что-то, или я просто решила такая, уйду-ка я на пассив, поеду в путешествие, то мои люди могли работать по этой системе, и их работа бы не сбилась. Правильно? Вот. Соответственно, для этого нужна система рекрутирования. Раз. Как я вам уже говорила, вот как раз-таки систему рекрутирования вы можете менять под себя. Вы берете систему директора. Если у вас нет директора, вы берете систему рекрутирования из любого YouTube-канала топ-лидера, начинаете рекрутировать, и в процессе, анализируя показатели, что-то где-то, добавляете, убираете, систематизируете, и потом вы должны понимать, что если я хочу регистрацию, я должен делать то-то, 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 и вы всегда эти вещи сможете упаковать в систему. Если у вас уже есть готовая система директора, вот у нас, например, в третьем шаге, в четвертом шаге мы скидываем про рекрутинг информацию, да, там написано, что если ты хочешь иметь регистрацию, ты должен делать там, у тебя должно быть столько-то страниц, ты делаешь столько-то действий, у тебя должна быть такая-то система работы каждый день, да, если ты это делаешь не прерываясь, то ты получаешь себе регистрацию. Кто-то пользуется этой системой, кто-то не пользуется, и ноет, что у них нет регистрации, да, то есть это уже выбор каждого человека, но в любом случае система рекрутирования должна быть. Поехали дальше. Система сопровождения. Тоже систему сопровождения вы создаете для себя сами. У нас с вами будет отдельный урок по сопровождению, но так могу кратенько пробежаться, что, например, входит в нашу систему сопровождения. Повторюсь, я очень часто меняла систему сопровождения, и вот сейчас только мы стали менять ее уже намного-намного реже, структуру мы уже не меняли. Что входит в структуру? Проводим регистрацию, знакомимся, добавляем в чаты, потом идет суть бизнеса, после сути идет продукт, продукты и акции, потом идет 8 видов дохода, дальше рекрутирование, маркетинг-план, личный товарооборот, сопровождение. 10 этапов в системе сопровождения новичка. Поехали дальше. Система сопровождения. Дальше поехали. Система включения. Тоже такая интересная вещь. Что такое система включения? Это именно процесс сопровождения человека. То есть о чем с ним разговаривать, как ему помочь, как сделать с ним заказ, что делать с ним после заказа. Это пересечение системы сопровождения, но только сопровождение. Это вот прям по пунктам, а система включения – это уже человек, каждый сам для себя разрабатывает, потому что темы разные. Кто-то много звонит, кто-то пишет кружочки, кто-то голосовые, кто-то переписывается, кто-то там еще как-то делает, да, то есть в любом случае мы под себя уже вот эту систему включения подгоняем. Вот. И, конечно же, система чатов. Сюда входит система чатов. Тоже та вещь, которая систематизируется. У нас, ну, вот у меня сейчас есть своя система чатов, но, смотрите, система чатов, она у вас, как бы так объяснить, должна подгоняться конкретно под вашу структуру. Если ваша структура сейчас там на уровне 9%, это будет одна система чатов. У вас там вообще будет 1-2 чата максимум. Если вы на уровне 22%, это будет другая система чатов. Если вы на уровне топ-лидера, это будет третья система чатов. Вот. Ну, у нас как идет базово в команде, у нас есть чат новичковый, у нас есть чат, после того, как человек сделал заказ, включается в работу, да, в чат активной команды. У нас есть чат ключевого состава, и у нас есть чат с уровня 12%-го, где менеджеры, да, где, соответственно, идет прокачка менеджеров. Есть также свои там директорские чаты, топовые чаты, ну, то есть это уже там выше пошло. Но вот базово у нас вот эти 4 чата плюс продуктовый чат отдельный, где можно любые вопросы по продукту задать или взять информацию о поведении бьюти-чатов или еще чего-то. Ну, то есть из этого чата можно брать продуктовую коммуникацию. Вот. Соответственно, система чатов тоже должна быть. Ребят, пишите вопросы в процессе. Я вот так иногда открываю, сейчас вижу, вопросов нету. А оно, знаете, как бывает, вопросов нету, а потом сидите и думаете, а как мне это сделать? И как бы вся информация ушла в топку, потому что вопросов не было. Я, конечно, стараюсь максимально подробно рассказывать, но лучше, если вы будете еще и вопросы задавать в процессе. Вот. Поехали дальше. Вот эти все системы вы можете для себя, в зависимости от того, какой у вас склад ума, упаковать. Да. Мне проще всего. Я прям беру вот так вот лист, беру ручку и начинаю прописывать, прорисовывать, что за чем идет. Иногда вы сможете эту систему видоизменять. Там, например, вы, не знаю, сопровождаете новичка и понимаете, вот этого не хватает. Вы берете какую-то вещь, вставляете в это сопровождение, включаете эту систему. У вас, соответственно, видите, что, о, прикольно, результат улучшается. Да. Соответственно, вы уже опять что-то изменили в системе к лучшему. И таким образом потихонечку у вас создастся свое. Причем, вы знаете, вот я могу даже просто аналоговый пример привести. У нас есть Лена Яковлева, очень сильный лидер. Да. Я смотрю на нее прямо с момента, как я зарегистрировалась в проекте. Я помню очень много эфиров, которые я слушала именно у нее по рекрутингу. За это время, за пять лет, очень много всего в рекрутировании изменилось. Было куча разных методов. И вот я помню, там даже как через какое-то приложение мы рекрутировали. Еще чуть-чуть помню, было много всего. Вот. Суть в чем? У нас с Леной одинаковый рекрутинг в одинаковых социальных сетях, но разный подход. У нее с ее подхода куча регистраций. У меня с моего подхода много регистраций, да. Но как только я начинаю работать ее подходом, у меня регистрации нет. А у нее есть много. К чему я это говорю? Что вот система, подход, она может кардинально отличаться от другого человека и и там, и там давать результат. При этом, если вы их поменяете местами, не факт, что она будет давать результат. Всегда все трансформируйте под себя и анализируйте. Всегда. Тогда это будет давать более хорошие результаты. Помните о том, что это бизнес. В первую очередь вы предприниматель. Предприниматель, он предпринимает все возможное для улучшения своего бизнеса. Еще, знаете, хочу сюда добавить, что я сейчас слушаю книгу. Точнее, я ее прослушала, когда косила траву. Очень удобно. За время, пока косила, я прослушала целую аудиокнигу. Из двух частей она состоит. «Миллионер с хорошей кармой». Я не буду ее там советовать или еще что-то, кто хочет почитать. Я советую ее читать уже с уровня, ну там, 18%, 22%. Раньше, ну, просто нет смысла. Есть намного больше полезных книг, которые вам реально сейчас дадут толчок. Эта книга уже для более высоких уровней. Но мне очень понравилось, что там очень часто повторяется фраза о том, что вашей целью должно быть не просто заработать много денег. Если вы думаете, я хочу заработать много денег, какую мне для этого создать систему, это не про это. Вашей целью должно, как мне сделать так, чтобы большее количество людей могли работать и получать результаты, могли исполнять свои мечты. Как мне сделать так, чтобы им было легче, чтобы они могли сделать этот результат. И вот когда вы немножечко меняете подход, вы заметите, что и результативность у вас начнет увеличиться. Вы даже мыслить будете по-другому, потому что вы будете мыслить именно в удобстве людей. Стив Джобс когда-то, да, создал Apple. Когда он его создавал, у него не было цели заработать денег как можно больше. У него была цель создать лучший продукт. И создавая лучший продукт, он создал идеальный продукт. Сейчас ненавистники Apple меня закидают томатами. Я была ненавистником Apple. Он реально создал максимально удобный, офигенный, классный продукт для пользователя, который даже, вы меня простите, но даже телефоны за 150, за 200 тысяч люди покупают, ставят в очередях, как только выходят новые модели. Понимаете? То есть он получил деньги, создавая просто классный продукт. Всегда думайте о том, какую пользу вы хотите принести, а не просто заработать деньги. Я хочу, чтобы вы об этом помнили. И я об этом говорила в кружочках. Вот эти эфиры сейчас, ребят, я могла вам продать эту информацию. Теоретически могла. Раскрученный канал, раскрученный Instagram, ну как раскрученный, ну есть, да, просмотры. И если бы я сказала, что эти эфиры будут стоить тысячу рублей, ну, многие бы купили их за тысячу рублей. На эфире, вот вчера, например, на эфире было 88 человек. Прикиньте, я 88 тысяч бы заработала за один день. Ништяк. Да? Но ценность. Зачем я провожу эти эфиры? Я не хочу заработать денег здесь и сейчас вот так вот быстренько. Я хочу, чтобы выросла моя команда. Каждый новый директор в моей команде даст мне плюс там 15-20 тысяч рублей минимум. Да? Плюс премии, плюс путешествия, плюс звание. Правильно? А каждый новый лидер в другой команде, не в моей. Что мне даст? Вот так вот подумайте, что мне даст. Я всегда восхищалась и росла на эфирах Эдуарда Васильева, например, Лены Корсун, Татьяны Беккер, Кушовок, Горбатка, да? И своих, и чужих. И вы знаете, я уверена, что закон сохранения энергии, он очень круто работает. Благодаря тому, что они делились информацией, я сделала свой результат. Когда мне Лена Корсун написала, Саша, приди, выступи, ребят, я даже не думала, маму, не могу, чужая команда, не чужая. Сказала, да, я приду. Я приду, потому что благодаря ей какие-то вещи я сделаю именно благодаря ей. И я уверена, что вот это все работает так, что когда ты кому-то другому помогаешь, тебе тоже прилетает добро в этот момент. Поэтому основная цель именно в принципе, чтобы люди поменяли свое отношение к Эрифлейму, чтобы они увидели больше, чем просто гели, помады с хорошей ценой и хорошим качеством. Кто-то даже и не знает, что хорошая цена и хорошее качество. Мне вот часто говорят, Эрифлейм это очень дорого. Я вчера выкладывала сториз продуктов из магазина, я когда смотрю там цены, я думаю, где дорого, где надо покупать, чтобы думать, что Эрифлейм это дорого. Я не спорю, есть дорогие продукты, Wellness, например. Но они, извините меня, и результат как бы дают, и качество другое, правильно же? Но в целом, если смотреть, цены очень хорошие в Эрифлейм. Правильно? Значит, нужно что сделать? Сделать так, чтобы как можно больше количества людей это знали. Вот и все. Вот и тут то же самое. Ладно, немножко отклонились от темы. Поехали дальше. Сейчас я проверю ваши вопросы. Да, все, поехали дальше. Так, на чем я остановилась? Что должно быть? Пропишите себе схему. У нас система такая, так, регистрация знакомств, это я вам рассказала, да? Дальше поехали. Про систему чатов мы с вами поговорили. И то, что без системы нет результата. Поехали дальше. Важный момент, да, я это уже проговаривала. Сначала создаем, а потом делаем. Обязательно прям сконцентрируйте себе на это внимание. Точнее, не сначала создаем, а потом делать, а как раз-таки сначала делать и в процессе создавать. Вот всегда должен быть процесс, всегда должен быть движение. Лучше совершить ошибку и сделать неправильно, а потом сделать правильно. Вы знаете, у меня был период, когда я была настолько восхищена системой других лидеров, что они регистрируют сразу с заказом 150 баллов, что я настолько в этом убедилась, что это идеальная система. И вот когда я по ней начну работать, она будет давать у меня результаты. Я общалась с этими людьми, я спрашивала, как. У них было огромное количество регистраций по этой системе. Я думала, ну все, у меня сейчас столько регистраций. Если я сразу всех буду регистрировать, оставьте 50 баллов, я вырасту. Ребят, месяц работы, ни одной регистрации. То есть, если раньше у меня было каждый день по 2-3 регистрации, это месяц работы, ни одной регистрации. Конечно, спад мотивации, еще что-то. И я такая думаю, так, нет, стоп. Возвращаем как было и работаем дальше. Жалею ли я, что тогда месяц у меня партнеры из-за этого на конференцию не поехали? Понимаете, не в тот момент мы начали этот опыт, но тем не менее. Жалею ли я? Ну, тогда, честно, я немножко ругала себя, что я это сделала. Но это опыт, это опыт, из которого я сделала вывод, и благодаря которому в дальнейшем мы сделали еще более крутую систему сопровождения людей, например, или крутина. Понимаете, да? То есть, жопот тоже должен быть. Поэтому ошибки совершать надо. Поэтому мы делаем в процессе. Пришла идея, реализуйте ее. Не пытайтесь сделать ее идеальной, реализуйте ее тут же. Потом подгоните под идеальные мерки. Или посмотрите и подумайте, блин, хер, какое-то сделало, больше не буду. И перестаньте ее делать. Вот таким образом вы быстрее всего будете получать результаты. Именно таким. Пока вы создаете идеальную вещь, это уже будет не актуально. В процессе, так, директор, так, директор вокруг вас, он уже создал пространство. Тоже важный момент. Прямо вот запомните себе это. Вокруг вас уже это пространство существует. Но, когда вы становитесь директором, это пространство должно существовать вокруг вас. Очень часто люди мне говорят, вот когда я сделаю директора, тогда, когда ты сделаешь директора, у тебя уже должен быть личный бренд, у тебя уже должна быть система, в которой ты плаваешь, как рыба в воде. Неважно, даже если она твоего директора, но ты должен ее сам легко вести и дублицировать. Почему я всегда говорю с уровня 9% край мы ведем планерки? Не с 12, не с 15, а с 9 ведем планерки. Почему я всегда говорю, что в чатах нужно быть активным с 3%? Не с 22, когда у тебя уже огромная команда. И часто мне люди говорят, да у меня еще команды там нет, зачем мне быть активным в чатах? Потому что ты должен вырабатывать структуру своих действий и научиться это делать. Представь, что ты уже директор, что ты должен делать? Начни это делать. И когда ты им станешь, ты будешь это делать на лайте. Не думайте, что если вы директор, вы резко такие, оба эфира классно начали вести, в чатах классно начали писать, все вам сразу же отвечают, еще что-то нет. Мы начинаем это с маленьких уровней, тогда даже легче, легче включаться, легче делать. Вот. Если волшебная таблетка в системе работы, ее нет. Волшебной таблетки нет. Нет идеальной системы, которая сделает так, что ваш бизнес всегда будет расти. Нет. Надо помнить о том, что мы живем в постоянно изменяющемся мире. Постоянно изменяющемся. И чтобы устоять в этом изменяющемся мире, нужно иметь внутри себя крепкий стержень, но при этом быть гибким. И когда на вас дует ветер, нужно иметь крепкий стержень, но если вдруг вас пошатнуло, не так, чтобы этот весь стержень рухнул, а так, чтобы вы всегда могли вернуться обратно, быть гибким. Меняться будет все. За эти-то пять лет уже сколько раз и системы рекрутинга менялись, и системы работы, и акции, и ситуации, и все на свете. Главное быть гибким. Все, что происходит вокруг вас, это все происходит для вашего роста, даже если вам кажется, что это идет не по плану. Я по плану планировала, что я уже на этот момент буду бриллиантовым директором. Я пока не бриллиантовый директор. Но, знаете, у меня иногда бывает такое, что меня накатывает, я сижу и мужу говорю, я прямо с вами сейчас делюсь, как есть. Я не умею скрывать. У меня, знаете, что в голове, то и на языке. Чаще всего. Иногда я могу молчать, если я знаю, что этот человек обидит, тогда да, я могу молчать. Но если это никак с другими людьми не связано, я могу сказать, я иногда сижу и мужу говорю, может, это не мое. Я же планировала, что я к этому времени буду бриллиантом. А я еще не бриллиант. Может, это не мое. И сижу, значит, размышляю. Муж на меня смотрит. Вначале он не отвечал, потом он перестал мне отвечать. Потому что проходит 15 минут, и я понимаю, в смысле, блин? Паши, давай. Нормально сейчас. Все сделаешь, все будет. Вы думаете, все у всех с первого раза? Вот у этих идеальных людей, которые много раз зарабатывают, у них все мгновенно получилось? Да нифига. Люди, которые на своей идее зарабатывают миллиарды долларов, они перед этим тысячу идей запороли. Но на тысячу первой они не остановились. Понимаете, о чем говорю? Поэтому такие моменты, когда кажется, что вы там что-то где-то не так делаете, они будут. Но нужно помнить, что у нас крепкий стержень, но при этом не гибкий. И тогда в изменяющемся мире мы сможем с вами добиваться любых высот. Всегда слушайте чужие эфиры с мыслью, что вы пустой стакан. Наполняйтесь. Из каждого эфира можно взять какую-то полезную информацию. Внедряйте. Пришла вам... У нас очень круто работать с вами подсознание. Очень круто. Вот если вы сидите, и вам пришла мысль, что надо что-то сделать, тут же запишите ее себе, чтобы не забыть. И внедряйте. Как можно быстрее внедряйте. Пусть даже не суперидеально, внедряйте. Ваше подсознание всегда подсказывает, что нужно делать и как это нужно делать. И результативность будет повышаться тут же. У нас уже 9 минут осталось до конца эфира. Давайте по вопросам. Что входит в личный бренд? Личный бренд – это твоя узнаваемость себя. Когда-то я звонила спонсору, теперь я звоню своим партнерам. Я даже иногда ною партнер. Вообще нельзя ныть вниз. Нельзя. Но если это очень близкие тебе партнеры, то можно. Наташа тоже мне мой спонсор. Иногда мне ноет. Ну, потому что уже все. Уже вот эта крепкая связь. Это уже опора. Это уже не просто бизнес. Это семья. Так, давайте немножко по личному бренду. Тут был вопрос. У нас по личному бренду есть отдельная тема. Да, и с идеями тоже. Да, 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 да. Вот. По личному бренду есть отдельная тема. Но знаете, есть очень много обучений про личные бренды и прочее. Есть очень много объяснений, еще чего-то. Ребят, личный бренд – это просто вы. Деньги лежат на сцене. Вас просто должно быть видно. Говорите, что думаете. Показывайте себя. Пишите свои мысли. Даже когда вам кажется, что они капец какие тупые. Даже когда вам кажется, что вас никто не смотрит. Один человек – это уже один человек вас знает. Уже один человек вас смотрит. личный бренд – это просто трансляция себя, своих знаний, своих мыслей, своего опыта, своих ошибок, своих достижений. Понятно, объясняю? Трансляция в социальных сетях. Все. Это не про то, как быть идеальным, много зарабатывать, быть офигенным. Показывайте все, что вы делаете. Люди очень любят динамику. Когда вы скажете, я похудела на 30 килограмм, это никому не интересно. Когда вы скажете, во мне 100 килограмм, я хочу похудеть на 30, и будете там год транслировать, как вы худеете, а потом скажете, ура, я похудела на 30 килограмм, спасибо вам, что вы все были со мной в этот тяжелый для меня период. Вот это офигенно. Поэтому вести личный бренд нужно не когда мы стали директором, а когда мы приняли решение, что мы делаем результат, и хотим стать директором. И показывать, как мы делаем этот результат с нуля. Вот это офигенно. Когда у меня строилась кухня, вы знаете, у меня очень сильно выросли просмотры, когда строилась кухня. Людям не было интересного. Если бы я просто показала, вот моя кухня новая, а людям был интересен процесс. Я показывала, как я вычищаю вот этих вот тараканий, вот эти вот трупы, да. Я показывала, как мы издираем обои, я показывала, как нам привозят мебель, как я живу без посудомоечной машины две недели, и какой-то стресс для меня, потому что я привыкла жить с ней, да, и так далее. Вот это все показывала. И вот в этом процессе, еще не видя конечного результата, люди подписывались, смотрели, им было интересно, они оставляли комментарии. в процессе. Людям не интересно, что вы бриллиантовый директор, людям интересно, как вы, блин, с трех процентов делаете этого бриллианта. Как вы плачете, кто-то радуется в этот момент, кто-то плачет вместе с вами, и как вы смеетесь, кто-то радуется в этот момент, кто-то говорит, вот сучка, смеется она, понимаете, а у меня тут жизнь вот не складывается, а она смеется, ей весело. Вот личный бренд, это про это. И чем вы там более настоящие, тем лучше. И все. И вообще не важно, какой вы. Вот мы, например, с моим спонсором кардинально разные. И ее смотрят, и меня смотрят. Просто у нас у каждого своя аудитория. Вот и все. Есть люди, которых я раздражаю. Они прям так в личку и пишут, боже, как ты меня бесишь. Я говорю, адиот. А есть люди, которые тут же пишут, ты изменила мою жизнь, я тобой восхищаюсь, благодаря тебе я там двигаюсь вперед, и у меня все получается. Кстати, еще момент. Если вы не можете создать свою систему, найдите себе человека, который сможет создать систему. Есть люди, которые реально это очень круто делают, которые очень круто что-то систематизируют. Такой же пример. У меня, например, спонсор, она не системный человек. Она не может все систематизировать. У нее никогда не было даже своего сопровождения. Но у нее есть люди в команде, которые умеют это сделать. Я пришла, свою систему создала. Еще девчонки пришли, свою систему создали. Это очень круто. Это очень круто, когда ты не умеешь делать, не рефиксируй человека, который это умеет. И дай ему возможность реализовать вот эту свою силу, создать что-то вместе с ними. Ты можешь подкидывать идеи в этот момент. Понятно, да, о чем говорю? Тоже такой важный фактор, что систему можно создавать вот так с кем-то. Вопросов нет. Какой чек-лист для новичка? Что нужно делать ежедневно обязательно? Марина, смотри, в идеале я с каждым новичком чек-лист создаю прямо на созвоне. И потом мы его либо дополняем, либо видоизменяем. Я прям буквально дня два назад девочкой... А, вот мы с Миной создавали, ну, записывали вещи, которые входят в чек-лист. Я, честно говоря, не помню уже, что мы там писали. Ищу блокнот, но, по-моему, у меня тут не тот блокнот. Сейчас. Море, жилье, еда, садик. Это не то. Нет, это не тот блокнот. У меня просто два одинаковых блокнота. Один рядом лежал, а второго нет. Значит, в другом. Смотри, что обязательно должно входить? Ну, если это прям новичок-новичок, у него должно входить туда обучение один шаг в день, да, то есть каждый день что-то ты должен смотреть. Если обучение уже пройдено, планерка, прямо это должно быть в чек-листе. Прямо на созвоне проговариваешь, что с планеркой параллельно ты можешь готовить, убирать все, что хочешь делать, но планерку надо посмотреть. Дальше туда должен входить в рекрутинг, в зависимости от того, какая у вас система рекрутинга и на каком он этапе. Соответственно, прописывайте, сколько раз в день, какие конкретно действия, то есть то, что направлено на рекрутирование. И туда должно входить, если это новичок, еще новичков нет, в сопровождение ничего не входит, то есть у него идет обучение, рекрутирование и чаты, то есть ты прям с самого начала учишь, что нужно написать обратную связь в чате, либо на какие-то кружочки, прокачки, либо в постепланерке, либо когда, например, ты что-то сделал или посмотрел обучение, напиши обратную связь в этом чате, к примеру, тоже в зависимости от ситуации тысяч человеков. У него остается на каждый день чек-лист. Если это человек, который вот прям в работе, вот я, например, у меня чек-лист такой, у меня есть три этапа рекрутинга, чек-лист по каждой странице прописан, то есть входит туда рекрутирование, выложить рилс, туда входит, прокачать чат ключевой партнер, прокачать чат легкий старт, например, туда же входит сопровождение и прям у меня пункты под имена, да, там, Маша, Катя, там, Таня, еще кто-то, ну, то есть прям прописываю, туда входит, ну, просто сама подумай, что должно входить туда, что должен человек сделать для того, чтобы у него был результат. Если этот человек, который ведет бьюти-чат, потому что он сам не может создать ЛТО, обязательно в чек-лист должно входить что-то для того, чтобы он создал ЛТО. Там, например, кинуть информацию в бьюти-чат, написать пяти знакомым, пригласить их в бьюти-чат или еще что-то, ну, то есть что-то связанное с ЛТО. Вообще запомните, всегда в чек-листе должны быть пункты, связанные с рекрутингом, с личным товарооборотом и с обучением. Правильно? Потому что у нас какие-то решали работать? Приглашай, потребляй, обучайся. Все. Значит, с этими пунктами обязательно в чек-листе должна быть задача. А если еще есть люди на сопровождении, то еще в сопровождении. Насколько приятностей ты пишешь. Так, по системе ведения чатов будет отдельная тема. Ну, мы можем систему ведения чатов затронуть в сопровождении, но ты знаешь, система чатов, мы ее сами часто очень меняем. Ты должна смотреть по своей системе, по своему, по своей команде. Какие чаты тебе нужны? То есть вот вы даже просто можете мыслить. Вот смотрите, вы человек, у которого идут постоянно новички. Вы не можете со всеми общаться в личке. Правильно? Значит, вам нужен чат, в котором находятся все эти ваши новички. Супер, классно. Там мы качаем мотивацию, там мы качаем факты гордости, там мы можем поговорить о компании, там мы можем поговорить о чем я вообще в рефлеем, еще что-то. То есть у нас есть чат, где у нас находятся новички. Дальше. В какой-то момент у тебя очень много людей начинают делать заказы, начинают выходить в рекрутинг, и ты понимаешь, что ты не можешь вот в этом новичковом чате обсуждать рекрутирование приглашения людей. Ну, потому что туда люди как раз заходят, приглашенные. Вы не можете, там, они зайдут, а там этот, как его, скриншот, где он задал вопрос, и ты рассказывала, как ответить на этот вопрос, чтобы человека зарекрутировать. Тут хоп, его зарекрутирули, он заходит и видит этот скриншот. Ну, то есть это не работает. Соответственно, что ты делаешь? Ты создаешь чат, в котором находится активная команда, где они могут это скидывать. Если в какой-то момент ты понимаешь, что у вас не налажен рекрутинг в чате, если вы начнете рекрутинг налаживать, вы начнете засорять чат, а тебе нужно поднять рекрутирование в команде, ты такая сидишь, думаешь, так, создам рекрутинговый чат. Там мы будем, не знаю, вести обратный счетчик по рекрутингу, там, обмениваться идеями, еще чем-то. Ты создаешь новый чат. Дальше, например, у тебя уже большая команда. Ты понимаешь, что ты не одна как бы приглашаешь людей. У тебя люди появились. А, соответственно, у них приходят их люди, они тоже должны как-то сопровождать. Что ты делаешь? Ты создаешь ключевой чат, где ты людей учишь уже, как работать вот именно с командой. Зачем вообще эти чаты, как их вести, как их прокачивать, еще что-то. Да, у тебя новый этап появился. Потом у тебя появляются менеджеры, 15-18%, 12, да, начинаются какие-нибудь менеджерские премии, конференции, еще что-то. Ты понимаешь, что есть вещи, которые ты должна обсуждать только с менеджерами. Они не нужны 6-ти процентникам. Ты создаешь менеджерский чат. То есть это все поэтапно. Вот сама подумай, какие чаты тебе нужны. Потому что я даже могу элементарно сказать, у Наташи Крайновой, у меня, у Оксаны Хрусаиновой, у Джимели Горбаткой, у Кукушовой Оли разные системы чатов. совершенно разные. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то одни, у кого-то другие. То есть ты уже смотришь сама под конкретно твою ситуацию. Брин-брин-брин-брин. Система чатов. Ты классная, это классная. Спасибо большое. Со мной это было в 22 вечера, могу выкинуть. Вот. Нина, кстати, скинула, посмотрите, как раз мы с написали. Активных мужчин много ли у нас в команде? Смотри, у нас есть активные ребята, но конкретно в моей команде, конкретно в моей, вот у меня в первой команде, в директорской, там есть ребят несколько, кто активно работает. В моей ПГшке, вот во всех остальных ветках, нет активных мужчин, то есть прямо скажу. Но параллельных командах, которыми я параллельно расту, да, вот как бы не моя ветка, там моего спонсора, спонсора моей спонсора, то есть мы вместе в активности в чатах, мужчин больше. Но у нас, как ты знаешь, в основном мужчины это те, кто в семье, то есть пришел за женщиной, вот так вот, понятно, да, что я имею в виду. То есть подключается позже. Есть ребята, которые наоборот пришли первые, тут просто понимание такое должно быть. Разница в мужской, в женской психологии. Женщины идут на запах денег, мужчины идут на шелест. Понимаешь, да, о чем я говорю? Мужчине нужны деньги здесь и сейчас, но при этом предпринимательское мышление у мужчин развито намного лучше, чем у женщин. Женщины идут на запах, у них есть вера, у них есть стремление, еще что-то больше, чем у мужчины. Но мужчина, у него лучше работает мозг, как у предпринимателя, потому что изначально мужчина – это человек, который предпринимает все, чтобы его семья была обеспечена, не женщина, мужчина. Кто-то сейчас со мной может не согласиться, я это имею в виду. Вот вообще, в принципе, с точки зрения женщины, она такая, она более всегда творческая, такая летящая, она больше смотрит на красоту еще. Мужчины, они более такие, у них вот узкомышление, вот конкретно задачи надо сделать. Это, 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 это. Соответственно, у них выше продуктивность, именно такая целенаправленная. Но женщина больше успевает, у нее мозг думает сразу о многих вещах. И вот эта вот разница, она как раз не всегда дает мужчинам развиваться, потому что мужчины идут на шелест денег, а здесь деньги не сразу. Когда мужчина открывает классический бизнес, он берет, ну, например, кредит или накопленные вещи, бабло, короче, вкладывает, он этот шелест прощупал, он его отдал, он его начинает отбивать, он работает с определенными усилиями. Здесь он пришел, он ничего не вложил. У него нет ощущения вот этого круговорота денег. И не всегда эмоционально у него получается включиться на 100%, чтобы получить результат. Но я помню этот момент, когда мы приехали в Турцию на менеджерскую конференцию. Там бегали парни. Я думала, блин, какие-то пацаны отдыхают, еще что-то. И в какой-то момент они мешали нам записать видео. Молодые ребята прикалывались, мешали нам записать видео. Я прям поворачиваюсь и говорю, ребят, слушайте, ну, мы видос пишем, все. Ну, что-то разговорились, и они говорят, а вы, типа, в каком звании в Арифлэм? Я говорю, ну, директор, что мы такие старшие менеджеры на тот период, вот-вот директора закроем через каталог с Оксаной. Я говорю, а вы, знаете, корона на башне, ну, я один из 15 лет. Я с золотой директором. Я говорю, стоп, сколько тебе лет? Он такой, 19. Я говорю, какая у тебя зарплата? Он такой, 90 тысяч в месяц. И я такая со своими 30. И, вот, ты знаешь, я такая сижу, думаю, блин, мужиков должно быть больше в бизнесе. И мужчин, которые много зарабатывают именно в нашем бизнесе, на самом деле, очень много. Просто, ну, вот как-то у меня в команде, ну, наверное, просто у самой лично акцент больше на женщин, поэтому как-то больше девчачья команда. Вот. Хотя, когда у меня муж как раз активно работал со мной в бизнесе, был такой период. У нас, кстати, были мужчины, но так как он очень быстро ушел все-таки в свою сферу, мы долго принимали это решение, потому что он хотел полностью ко мне присоединиться, и мы вдвоем чисто тут работали, но мы приняли другое решение, потому что я очень хотела, чтобы он добился чего-то сам, потому что у меня все-таки уже был результат в Reflame, и он бы пришел все-таки на этот результат, а я хотела, чтобы он что-то сделал сам, чтобы почувствовать вот эту внутреннюю гордость. Вот. И он пошел в другую сферу работать, которая не связана со мной, в топливо, да, и там, жопа, сложно, все, но там он реализует себя. Я уверена, что он скоро придет ко мне, скорее всего, либо свой какой-то бизнес откроет, потому что мышлением он уже далеко ушел от этого направления, выше, да, вот, но тем не менее. Но вообще мужчины зарабатывают очень много тут, в бизнесе, потому что у них немножко другой склад мышления. Они работают как предприниматели, и женщины работают на эмоции. как-то так. Так, ладно, надеюсь, понятно. Для каждой команды отдельный чат. Саш, нет. Ну, как бы так объяснить. Вот у меня, например, первая команда директорская, у меня директорских команд четыре, но первая команда, они настолько самостоятельные, и у них там уже своя система работы, что они отделены. У них все свое. вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая команда, они со мной в общих чатах. Но у меня есть команды, которые как раз таки шестая, шестая, седьмая, восьмая, они маленькие. Три, шесть, девять процентов, маленькие. И я понимала, что мне нужен с ними отдельный чат, где я буду с ними вот, ну вот, работать на начальных этапах. Поэтому я создала еще один чат чисто для этих четырех команд, для маленьких уровней, для того, чтобы там уже растить людей. Но и прошлый чат у меня никуда не делит. То есть это все ситуационно. Я могла не создавать этот чат, но я просто почувствовала, что он не нужен. Ребята, ответила на вопросы. Какое домашнее задание? Смотрите, вчера мы с вами проговаривали, зачем нам этот бизнес. Сейчас ваше задание прорисуйте себе, прям возьмите ручку, листок, прорисуйте себе первое, личную систему работы. Что вы должны делать? Чек-лист, график, хотя бы примерно. Дальше. Прорисуйте себе, пропишите прям системы сопровождения. Какие этапы в системе сопровождения вам нужны? Как вы вот чувствуете, что должен получать новичок для того, чтобы включиться в бизнес, для того, чтобы начать? Я не говорю, сейчас прям создавайте канал по сопровождению, хотя бы пропишите для себя это на лифте. У нас сопровождение сделано в канале, но я вам могу сказать, что когда мы работали в ВКонтакте, у нас был просто доковский файл в этом Google тексте, да, вот в Google таблице это Google тексте, так, Word-овские файлы. Вот, у нас был Word-овский файл на общем вот этом Google диске, в котором просто текстом было прописано, что зачем давать, потом там, ссылка на видео, потом что-то приговариваю с человеком, ссылка на видео. Раньше было такое сопровождение, у всех была ссылка на этот канал сопровождения, оттуда брали информацию. В Телеграме удобно, можно сделать канал сопровождения, канал и ссылки на подканалы, то есть сейчас у нас так сделано и так далее. Так, пропишите себе систему сопровождения, пропишите себе систему рекрутирования, если она у вас есть, для того, чтобы вы могли ее сдублицировать. Если ее нету, прям вот возьмите блокнот, напишите систему рекрутирования и начните ее создавать, начните анализировать. Если вы рекрутируете в Инстаграме, какое количество вы делаете, какой-то дает результат, может где-то увеличить, где-то уменьшить, что вам для этого нужно, нужен ли буфер обмена, нужно ли скачивать VPN или еще что-то, то есть прям пропишите себе все поэтапно, по рекрутированию, по сопровождению, так, по графику, что еще, и по системе чатов. Вот для себя сейчас пропишите вот эти моменты, прям сядьте с блокнотом и подумайте, что вам нужно. Если хотите, можете даже, когда все это пропишите, вы можете в комментариях, я вот скину запись этого видео, и там под комментариями, под записью можете задавать вопросы, прям, ну, не знаю, там скинули, например, вот это, вот это, вот это у меня там получается, не получается, тут вот я не знаю, стоит добавить, не стоит. Можете, в принципе, мне в личку написать, но в личке я могу потерять, а это я зайду в комментарии и буду видеть, что вы там пишите, это будет немножечко попроще. Вот, и какую-то обратную связь я смогу тоже, соответственно, дать. По заданию понятно? Так, все, больше нет вроде вопросиков. Да, супер. Еще раз напомню, если у вас есть директор, то вы берете и прописываете для себя систему директора. Вот у нас уже есть с вами система сопровождения, например, у моей команды, но вы должны в ней плавать, как рыба в воде. Когда ко мне приходят люди и говорят, Саша, скинь мне картинки про стартовую программу. У меня сразу вопрос, в смысле? Зайди во второй шаг, там в информации для новичков есть стартовая программа, возьмите картинки. Если мне нужно видео, зачем делать ЛТО, что я делаю? Я захожу в канал ЛТО, ну, не канал, а в сопровождении шаг ЛТО, и у меня там видео про ЛТО. Понимаете, да? То есть вы должны в сопровождении плавать, как рыба в воде. прописывайте для себя значит систему сопровождения директора для того, чтобы вы в ней быстро ориентировались. Если у вас есть идеи по улучшению, я думаю, ни один директор не будет против, если вы придете к нему с предложением. Он скажет вам даже спасибо, потому что на высоких уровнях глаз замыливается очень сильно. Тебе кажется, что все идеально, а можно было бы что-то добавить, например. И когда вот так вот идут подсказки от людей, это очень круто, можно создать еще более классную систему. Вот. Все, ребят, пойдемте работать. Надеюсь, информация была полезной. Если будут вопросы, еще раз говорю, под видеозаписью вы сможете их задавать. Здесь буду очень рада, если вы напишите обратную связь по поводу эфира. Понравился, не понравился. Для того, чтобы мы могли эти отзывы скинуть в Инстаграм или еще куда-нибудь, и еще большее количество людей пришло, соответственно, завтра в эфир. Все, ребят, всех обнимаю, всем хорошего дня. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok